Хорошо, я продолжу. В общем, есть еще несколько причин считать, что мы живем в очень необычное время. Например, то, что это необычайно ранняя стадия человеческой истории, и мы имеем много влияния на ценности и мотивацию будущих поколений. То, что мы живем на одной планете, и, вероятно, в масштабе человеческой истории это довольно короткий период времени, но это дает как преимущество, например, преимущество высокой синхронизации, связанности друг с другом, потому что если представить, когда цивилизация становится межзвездной, и, например, даже расстояние до ближайшей звезды, до Проксима Центавра, это больше четырех световых лет, и, соответственно, нам потребуется 8 лет только, чтобы просто обменяться сообщениями между цивилизацией, которая будет развиваться в одной звезды и в другой. И, соответственно, синхронизация будет гораздо медленнее, но, с другой стороны, мы гораздо больше подвержены рискам из-за того, что мы живем на одной планете, и потенциальные угрозы, которые как раз угрожают нашей планете, они угрожают всему виду. И еще необычайное время в том плане, что экономический и технологический рост сейчас необычайны для человеческой истории в целом, то есть то, что говорил Тоби Орд, и то, что хорошо видно здесь на графике, который сделал Люк Мельхаузер из МИРИ, он исследовал тему промышленной революции и собрал на одном графике много разных показателей, как изменилась жизнь после промышленной революции, насколько это был важный момент в истории, когда драматично изменилось и ВВП на душу населения, после которого быстро начало расти, и ожидаемая продолжительность жизни, и процент людей, которые живут не в экстремальной бедности. И главное, мне кажется, здесь это предпоследнее на графике war-making capacity, то есть наша разрушительная мощь тоже так же резко пошла вверх. Если интересно, я очень рекомендую у Люка Мельхаузера в конце дам ссылку на полную версию доклада про то, как промышленная революция изменила мир. Теперь немножко про аргументы Уильяма Макаскила, которые он приводит против вот этого hint of history, решающего момента в истории. Он немножко иронизируя говорит, что если согласно этой гипотезе время, то есть это время прямо сейчас, то это удивительное совпадение, которое должно заставить нас сомневаться в аргументах, которые привели к нему. И он предлагает, в общем, три тезиса в основании аргументации против hint of history. И первый про то, что априорная вероятность очень мала. Это то, о чем я говорил в начале, о том, что если мы предполагаем, что человечество просуществует еще сотни миллионов лет и при этом вероятность распределена более-менее равномерно на протяжении истории, то, ну, соответственно, мы делим один на n, где n — это количество веков, которые просуществует человечество, и это очень-очень маленькая вероятность, что именно в это конкретное время мы и живем. И в этом плане это как раз то, в чем Тоби Орд принципиально не соглашается с, видимо, Макаскилом. И он считает, что вот этот исходный пункт как раз следует рассчитывать по-другому. И исходную, наше исходное значение уверенности, потому что Тоби Орд считает, что ранняя, грубо говоря, вероятность уничтожения человечества в начале истории гораздо выше, чем где-то позднее. Вот. Второй момент, второй тезис Макаскила про то, что мы живем в породный момент истории, что это убеждение сомнительно. И он пытается объяснить, чем это отличается от первого. То есть сомнительность от малой вероятности. И приводит пример с колодой карт. То есть, например, когда вы берете колоду карт, хорошо перемешанную, и ее раскладываете, да, 52 карты, то вероятность, что именно вот эта комбинация у нас выпадет, чрезвычайно маленькая, просто астрономически маленькая, но она вам выпадает, и вы не удивляетесь. То есть то, что сама по себе априорная вероятность мала, это не значит, что мы должны как-то с подозрением относиться к этому, потому что в примере с колодой карт у нас есть альтернативные, очень много альтернатив, да, мы не удивляемся, одна из огромного количества комбинаций могла выпасть с равной вероятностью, если карты хорошо перемешаны, и поэтому здесь ничего удивительного. И может быть, и в случае вот этой идеи Hinge of History, поворотного момента, есть альтернативные гипотезы, которые также хорошо объясняют, почему мы считаем, что мы живем в самый важный век. Например, то, что в каждый момент времени людям кажется, что их проблемы им гораздо более понятны и важны, чем те, которые в прошлом, и которые еще неизвестны, или которые в будущем, через которые уже прошли и адаптировались. И в этом плане можно представить, как люди в XVIII веке аргументировали бы, что мы живем в эпоху промышленной эволюции, начала промышленной революции, и поэтому это невероятно важное время в истории, или в XX веке говорили бы про ядерное оружие, или про угрозу тоталитарных режимов, и что поэтому это определяющее время в истории. Или, возможно, где-нибудь в 3000 году люди будут говорить, что мы на пороге колонизации, не знаю, другой галактики, других звездных систем, и поэтому это поворотный момент в истории. И получается, что в каждом веке люди могут считать свой век и свои проблемы самыми важными. Потом есть тенденция, собственно, систематическая ошибка отбора. Если мы смотрим только на исследователей, мыслителей, которые занимаются темой экзистенциальных рисков, то, возможно, они склонны преувеличивать эту проблему в силу своего отличного интереса к этой теме. И потому что в целом хочется, чтобы люди больше об этом задумывались, больше ресурсов тратилось на эти проблемы и на угрозы. И третий пункт — то, что в целом человечество довольно плохо умеет оценивать опасности технологий, и как ядерное оружие было такой для многих неожиданно смертоносным оружием, и люди, которые видели впервые применение ядерного оружия, ужасались масштабу и катастрофичности. И настолько же мы порой, наоборот, переоцениваем опасность каких-то технологий типа ГМО, или более необычные примеры — это велосипеды или поезда. Можно посмотреть архивные сводки и новости, допустим, из 19 века, начало 20 века, когда люди думали, что происходит отрыв матки, если женщина едет на поезде, например, и что вообще поезда — это страшная штука. Или про велосипеды тоже писали у граждан такие страшные заметки, типа человека выбросило из велосипеда так, как ни одна лошадь не могла сбросить его. И что-то это, в общем, такое непонятное, очень быстрое и резкое, и новое, и поэтому опасность велосипедов преувеличивает. Вот, и возможно, это же происходит и сейчас. И третий аргумент, в общем-то, это то, о чем Карл Саган часто говорил, про то, что экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. И здесь Вильям Макаскилл не согласен, что у нас действительно есть экстраординарные свидетельства, позволяющие считать, что мы живем в поворотный момент истории. Почему вообще это важно и как это влияет на стратегию, какую-то оптимальную стратегию эффективных интроистов, например? Она, по сути, отличается, если мы считаем, что мы живем в поворотный момент в истории или нет. В первом случае нам нужно направлять, как утверждает Макаскилл, свои ресурсы на таргетированные действия, то есть на что-то конкретное, на борьбу с теми угрозами, которые на снижение рисков, которые существуют сейчас, например, на сокращение импактного удара с астероидом или какого-то очень резкого изменения климата или активная политическая работа над ядерным разоружением и так далее. То есть то, что мы должны бросить все свои ресурсы, на то, чтобы снизить угрозы в этом веке, потому что они самые важные, и мы должны пройти через иголочное ушко. И в таком случае какая-то фундаментальная работа над долгосрочными приоритетами и установлением каких-то институций, организаций, она менее важна. Но если мы считаем, что если мы не живем в поворотный момент в истории, тогда, возможно, нам нужно больше фокусироваться на таких широких действиях, широких инициативах, которые в целом укрепляют общество и дают больше рычаг для будущих поколений, более хороший фундамент в плане хороших институций, хороших организаций, больше работают над исследованиями, например, над исследованиями в области глобальных приоритетов, собственно, или над исследованиями того, как улучшить принятие решений и рациональности в правительстве. Еще одна тема, над которой тоже работают некоторые группы в эффективном альтруизме. И также, что мы должны больше уделять внимание развитию сообщества, сообщества эффективного альтруизма, или в целом тех сообществ, которые будут развивать больше альтруизм, или усилять будущее поколение и сделать их более готовыми к будущим угрозам, какими бы они ни были. И это все, что я хотел рассказать сегодня на эту тему. В общем, два основных источника, наверное, которые я использовал, это, собственно, пост Макаскила «Живем ли мы в самое важное время в истории» и подкаст с Тоби Орден, который недавно вышел о его книге и о потенциальных будущих путях человечества. И если интересно, вот статья «Ссылки». Я сейчас просто расшарю презентацию, и поэтому ссылки будут кликабельными, наверное, в зуме они не кликабельные. Вот это статья про индустриальную революцию от Люка Мильхаузера. И в конце ссылка на мой календри. Если вам интересно пообщаться один на один, больше узнать что-то про эффективный экзавизм или про эффективные благотворительные организации, вот есть такая возможность, там несколько слотов в неделю, когда я могу пообщаться с людьми, и мне очень приятно и интересно всегда. Вот. Так что, я думаю, можно переходить к вопросам. Аларик, твой вопрос. Рассматривалась ли там вообще возможность, что поворотный момент, может быть, вообще не один? Ну, грубо говоря, из того, что у нас есть возможность случайно разрушить цивилизацию сейчас, или, там, если мы рассматриваем поворотный момент не столь серьезно, а просто, там, отсрочить ее развитие, там, на тысячелетие, то, мне кажется, что из этого не следует, что такого момента не будет в будущем, и даже не следует, что такого момента не было в прошлом. Поэтому, мне кажется, очень странной, жесткое противоречие, жесткое задание, что он должен быть строго один. Ага, супер. Куда-то пропал звук. В общем, спасибо вам за вопрос. У Макарскила есть в статье, кажется, подпункт про то, что если поворотных моментов несколько, и это, возможно, не самый важный, но один из самых важных, или что такое. И, ну, он отвечает примерно своим же аргументом про то, что, ну, окей, вы тогда уменьшаете, допустим, если их, там, 10 или 100, соответственно, вы, там, порядок вероятности уменьшаете, то есть, наоборот, увеличиваете того, что мы живем именно в этот век. Но все равно остается чрезвычайно низким, если мы берем, ну, большой интервал существования человечества в будущем. Вот. Ну, мне кажется, это, вот, как раз одно из сильных их расхождений с Тоби Ордом. И, собственно, так как Макарскил работает над новой книгой, он пытается получить какую-то обратную связь от сообщества и более детально продумать свою аргументацию. И поэтому, если открыть ссылку на презентацию, которую я скину в чат, там в комментариях очень интересное обсуждение, обмен мнениями как раз между Макарскилом и Тоби Ордом и обсуждение их аргументов. Вот, я на самом деле ожидаю, что я по многим пунктам отвечу, что я не знаю, потому что я не занимаюсь там философией этики в Оксфорде, например, да. И, наверное, это нормально, что, ну, на какие-то вещи мой лучший ответ – это просто самостоятельно исследовать еще чуть больше. И, в целом, кажется, что эта тема еще недостаточно исследована для того, чтобы здесь какое-то однозначное занимать позицию. Мне, например, сложно в этой дискуссии между Макарскилом и Тоби Ордом принять что-то определенно на 100% точку зрения, типа, он прав, а он нет. Елена спрашивала про то, что есть всеми признанные поворотные моменты в истории. Наверное, ну, есть несколько, ну, есть много примеров, которые потенциально претендуют на это. Например, там, сельскохозяйственная революция, которая произошла 10-12 тысяч лет назад, или промышленная революция, которая сравнительно недавно произошла, да. Но я не уверен, что эти события рассматривались именно с той точки зрения, о которой говорит Тоби Орд или Макарскил, в смысле, что они поворотные были, в смысле, что они угрожали выживанию человечества в будущем, вот, и могли принципиально изменить его судьбу, но определенно это хорошая кандидатура, мне кажется. Ну, вот хороший вопрос от Миши Зыбина про то, что снизятся ли в течение времени экзистенциальные риски, потому что Тоби Орд, по сути, когда он приводит пример вот этот с постепенным, с очень небольшой вероятностью в течение очень большого интервала времени, он говорит, что нам нужно объединиться как виду для того, чтобы минимизировать эту вероятность или свести вообще к нулю, потому что в теории предполагается, что с людьми, которые следуют экзистенциальные риски, что возможно создание хороших институтов и каких-то договоренностей для того, чтобы у нас, в принципе, не было угрозы вот этой постоянной какого-то небольшого процента риска вымирания или угрозы утраты потенциала, вот, и чтобы не было такого, что на протяжении многих-многих поколений все время висит этот риск. И пока мы его не сняли, мы и вот находимся в таком решающем моменте. Вот, но при этом Тоби Орд считает, что риски скорее выше на ранних этапах развития человечества и они неравномерно распределены, и вот в этом я говорю его несогласие с Макаскилом. Секунду, вопрос от Олега про стоит ли развивать активную публичную дискуссию на эту тему, или пусть философы и ученые этим занимаются. Ну, мне кажется, даже если взять какое-то среднее, не знаю, средневзвешенное мнение между такими полюсами того, что живем ли мы в решающий момент или нет, в любом случае это довольно сильно нас толкает на те вещи, которые и так, и то, и другое толкает нас на вещи, которые, на мой взгляд, являются недооцененными. То есть неважно, мы бросаем ресурсы на снижение экзистенциальных рисков или мы бросаем ресурсы на развитие и укрепление сообщества и усиление человечества в будущем и на создание хороших институтов. В целом все эти вещи недооценены, поэтому даже если мы, ну, просто если эта дискуссия будет более публичной, люди будут более активно не увлечены и знать о ней, и это позволит, неважно, ну, как бы одному из этих лагерей привлечь больше ресурсов на недооцененные проблемы, то, кажется, это в любом случае лучше, чем если это где-то будет только в академической среде обсуждаться. Вот я не говорю, что нужна какая-то прям популяризация этого вопроса, активная, но скорее я не вижу тут рисков с этим связанных. Мне кажется, обе точки зрения довольно недооцененные в каком-то бытовом смысле. Еще у кого-то, может быть, вопросы или желания? Я вижу поднику руку, Миша. А, Миша? Миша, слушаю. Да, не будет ли хорошим принципом для человечества? Я вижу каждый раз, когда есть какая-то вероятность уничтожения человечества, уделять какое-то серьезное внимание этой вероятности и что-то на эту тему делать, исследовать, потому что, ну, Тоби Орд, например, в The Precipice приводит пример, как при разработке язвенного оружия ученые посчитали, что для азота и для лития примерно нет вероятности того, что они могут вызвать самоподдерживающуюся цепную реакцию. Вот. И воздух, типа, на 80% состоит из азота. И оказалось, что одно из этих уравнений было неверно. На самом деле, литий может поддерживать цепную реакцию. Вот. И если бы оказалось неверно другое, то есть если бы, на самом деле, азот мог, кто, типа, атмосфера бы вспыхнула и вообще всех убила. И, то есть, мы понимаем, что мы очень сильно можем недооценивать риски. И нам, видимо, стоит уделять очень много внимания их возможностям. И особенно с учетом того, что, ну, действительно, если какие-то риски повторяющиеся, то есть, например, то Бёрд оценивает, что 1,6 в ближайшие 100 лет из-за социального риска. И с течением времени, если каждый век этот риск повторяется, вероятность того, что не за один из веков мы не будем уничтожены, уменьшается экспоненциально. Вот. И что ты на эту тему думаешь? Ну, я в целом думаю, что усилия Пима Каскила, они направлены на то, чтобы не то, чтобы, не знаю, побыть адвокатом дьявола, но, в общем, на то, чтобы создать более взвешенную дискуссию какую-то. И для того, чтобы, ну, то есть, понятно, что Пима Каскил немного считает, что Тоберд завышает, допустим, риски касаясь насчет нашего века. Но при этом это не значит, что он перестает быть лонгтермистом, который считает, что нужно уделять внимание и ресурсы этим проблемам и снижать их социальные риски. Просто он пытается немножко попробовать показать с другой стороны, что если мы только будем говорить про, ну, как бы, в этом смысле это немножко похоже, опять же, на эффект ликорения или лок-ин, когда, если мы будем все время только говорить про госсоциальные риски, то вот эта тема с развитием фундаментальных институтов и исследованием глобальных приоритетов, то, что, возможно, более ценно или также ценно, да, она будет оставаться недооцененной. Если мы будем, помимо того, что говорить не только о госсоциальных рисках, то никто не спорит, что им нужно уделять внимание и ресурсы. Вот вопрос в том, что если мы считаем, что это самый важный век, и как я показал 80 часов, например, они явно именно после поста Макаскила или преддверии его выхода, они решили более аккуратно подправить формулировку на 80 часов, чтобы это не было в заголовке прямо, что, возможно, самый важный век в истории, и просто написали про эксоциальные риски, что, возможно, если мы слишком будем давить на тему вымирания человечества в этом веке и бросим все ресурсы на снижение рисков, мы будем недооценивать другие направления. Ну, в общем, так я по этому думаю. Насколько Макаскил считает, что ресурсов, которые сейчас уходят на борьбу с эксоциальными рисками, достаточно? Мне сложно на это ответить. Наверное, нужно спрашивать Макаскила. По крайней мере, в статье конкретно той, на которую я ссылаюсь, не было его цинк. Это немножко еще от меня, как я вижу эту ситуацию. Сейчас я посмотрю. Последний вопрос был у Кирилла. Вы сказали, какова вероятность, что сильный ИИ будет создан в этом веке, и поэтому наше время очень важно. Ну, я думаю, что можно посмотреть на разные оценки, которые, например, Open Philanthropy Project приводят, или тот же Тоби Орд. Ну, я думаю, что риск существует, но он небольшой, но ему нужно определенно уделять внимание, и то внимание, которое уделяется, то количество ресурсов, оно недостаточно. Вот, хотя я не эксперт в области искусственного интеллекта, я сам занимаюсь другой темой, и поэтому я в основном здесь доверяю и смотрю на точку зрения людей, которые серьезно занимаются safety темами. Я думаю, что, Слава, может быть, мы сделаем, если сейчас вопросов еще не будет, сделаем перерыв на 10 минут, пока не придет Миша, и следующий доклад его будет. Окей, я, правда, хотел бы тоже пропрессовать последний вопрос и заметить, что, ну, раз у нас выпаляем время, если поспоришь, что в вопросе не было тезиса про сильный ИИ будет создан в этом веке, и это риск, в вопросе было только высока вероятность, что сильный ИИ будет создан в этом веке. Мне кажется, что оценка этой вероятности, концентрс про эту вероятность сильно выше, и мне хотелось бы услышать, в том числе, твою собственную оценку, и как это влияет на модели. Ну, то есть, если ты считаешь, например, что вероятно сильно ВИИ в этом веке, там, не знаю, 50%, то тогда понятно, что все, что может заделать человечество, на 50% сокращается в ГУД, потому что все последующее это следствие действий сильно ВИИ. Ну, да, я думаю, у меня, не знаю, какой-нибудь, типа, 50% интервал доверительный, но он где-то от 20 до 70 лет, в общем, до появления сильного ИИ, ну, примерно такая оценка. То есть, ну, да, спасибо за комментарий, я, правда, не увидел то, что там не было слова риск, поэтому это точно вероятность выше. Если говорить про риск, там обычно приводится Open Philanthropy, например, оценки Холдена Корновски, по-моему, я вот буквально на прошлой встрече, в прошлом докладе, в презентации у меня была там оценка, типа, тоже там 1,6 или около того, или нет, ниже, наверное, даже. Значит ли это, кстати, что вероятность Finch of History, соответственно, как минимум равна вероятности появления сильного ИИ, который принимает решение качественного чемпроизма? Я думаю, если смотреть на аргументы Маккаскелла про тенденцию людей ошибаться в плане оценки рисков технологий, это не обязательно так. Ты имеешь в виду именно outside view? Аргумент чистейший или что-то еще? Или просто... Я имею в виду как часть аргумента outside view, в смысле, против Finch of History, про то, что люди в прошлом очень плохо оценивали угрозу от разных технологий. Ну, я приводил пример, например, боялись велосипедов или поездов, и наоборот, меньше боялись ядерного оружия, чем это следовало бы в процессе его еще создания. Вот, мне кажется, это может... Окей, мне кажется, что я, ну, то есть, я чувствую, что я сильно не согласен, но еще что, наверное, мне не стоит захватывать в этом случае. А Ларик пишет и поднимает руку. Ну, я просто, то есть, насколько я понимаю, строго говоря, появление сильного ИИ не означает взрывного роста его способностей, ну, автоматически не следует. То есть, вероятность сильного ИИ, у которого... который захватывает, грубо говоря, все управление на себя, она в любом случае меньше, чем вероятность появления сильного ИИ. Поэтому тут ты как-то, по-моему, сильно все связываешь в одно. Я, правда, несколько перемешал термины, точнее, я хотел задать вопрос, короче, и поэтому это скомкал. Я имел в виду сильный ИИ, который способен к принятию решений лучше, чем люди. Я думаю, что в этой ситуации человечество в любом случае делектирует высокоуровневое управление сильного ИИ. Тут тоже вопрос. Нас, грубо говоря, упирается всегда ли, всегда, абсолютно во всех ситуациях, лучше, чем люди или нет. И, опять же, там пропускная способность, количество решений. Поэтому тут тоже, тут есть, просто есть куча промежуточных вариантов. Да, я еще, во-первых, я скинул презентацию в чат, во-вторых, я хотел ответить на вопрос Олега, был про то, что про то, что природные факторы, в общем, из-за всяких стихийных бедствий были основной причиной урону биосферы Земли, и нужно смотреть и учитывать все вместе, не преувеличивая антропогенные факторы. Вот, можно посмотреть просто на расчеты того же Тобиорда или других людей, которые серьезно об этом думают, и они убеждены, что риски антропогенных факторов, в смысле, наоборот, риски природных всяких стихийных бедствий, которые мы, в принципе, довольно хорошо можем предсказать на основе исторических, археологических данных, они, то есть даже если мы берем риск угрозы от искусственного интеллекта, сильного искусственного интеллекта, там, в 1% в течение этого века, то это уже по масштабу столько же примерно, как риск вымирания из-за всех стихийных бедствий вместе взятых. А если мы возьмем еще другие антропогенные факторы и технологии, то их, ну, суммарно кумулятивный риск точно будет выше, чем от стихийных бедствий и, в общем, природных всяких протоклизмов. Даже если мы, естественно, это, я говорю, если мы учитываем еще, там, какие-нибудь угрозы, вспышки сверхнового рядом или удара астероида, то все равно природные факторы меньше по масштабу, риски меньше по масштабу, чем антропогенные.